и снова здравствуйте зрители и подписчики моего канала вы на канале булаты к с вами как всегда я александр пушистая мордашка булатик спит но мы постоянно рубрики рыбалка от а до я продолжаем разговаривать о такой хищнице как щука потому как температура на улице падает холодает понемногу помаленьку потихоньку соответственно усиливается жор щуки окуня судака хищные рыбы вот разговариваем же сегодня о щуке и тема сегодняшнего нашего видео шнуры лесы для ловли щуки лучшими шнурами будут шелковые плетеные применяем мы также шнуры льняные и хлопчатобумажные плетеные лучше крученых шнуры не должны крутиться терять свою прочность от намокания слепаться от химической пропитки и тому подобное чем больше грузоподъемность прочность на разрыв ну тем понятно и лучше но хотелось бы чтоб шнур был тоньше шнура при наименьшей толщине тем лучше вот видите при наименьшей толщине грузоподъемный шнура для ловли зависит от величины предполагаемой добычи и способа ловли ну да и еще от умений рыбака потому что тоже надо уметь на тонкую снасть вытащить большую рыбу чем тоньше снасть тем рыба меньше пугается так при ловле с удилищем и катушкой грузоподъемность колеблется от 2 до 4 килограмм а при ловле на снасть не имеющую удилища и катушки увеличивается до 6 и выше указаны грузоподъемностью обладают шелковые шнуры номер 1 до 4 килограмм и номер 2 до 6 килограмм во время ловли часто приходится завязывать прочные узлы при привязывании груза к шнуру для соединения частей порванного шнура и тому подобное но цене частей порванного шнура я бы не рекомендовал скажем так потому что будет цепляться потом в кольцах путать в общем больше геморроя еще и в конечном итоге испортите шнур ну запутаете еще больше шнура испортите чем отрезали тот кусок это самый оборванный и дальше бы продолжали ловить на оставшийся шну простые и надежные узлы показаны на рисунке 9 рисуночек 9 дорогие мои зрители там показаны шнуры посмотрели на рисуночек не забыли прожать лайкосик до барский лайк царскую подписочку подписаться на каналчик узел самое слабое место шнура поэтому нужно чаще осматривать и пробовать его на крепость на разрыв полезно время от времени разрывать его и перевязывать вновь ну да шнули они потихоньку потихоньку надо контролировать боишь ну и узлы но лучше ими не пользоваться контролировать ничего не надо поводки ну поводки тут конечно с поводком щука клюет намного хуже но зато реализация намного лучше а без поводка тяжко щуку поймать я думаю со мной согласятся все любители охотницы данной такой хищницы вот поэтому кто согласен ставим лайкосик также пишите свои мне свое мнение по данному поводу значит так продолжаем поводки щука обладая зубастой пастью легко рвет поводок сделаны из мягкого материала потому что при при ловле и и необходимо ставить на любую снасть поводок металлический с которым щуки совладать не под силу сейчас кстати новая технологии на на там пальцевеером сопли пузырями флюрокарбоновые поводки не знаю что вам сказать их тоже щука режет просто ну всегда есть нюансы у меня он сын когда-то поймал маленьким был на удочку щуку ловили окуня на живца на маленький на мелкого живца на какую тюлечку пару-тройку сантиметров вот попалась а щучка и он ее типа ну просто без никакого поводка на леску крючком за самый краешек пасти вытянул на берег повезло ну а так ладно мы не о том поводки изготавливаются из различных материалов цельными и коли коленчатыми тот или иной поводок применяется в зависимости от способа ловли при ловле на спинных и дорожку лучшими будут целые льня поводки сделаны льня и стальной кордовой проволоки диаметром 0 15 0 25 миллиметров длиною 70 100 сантиметров для дорожки длину поводка можно увеличить до полтора метра для кружков жерлиц и других применяют также цельные так и так как также как цельные так и коленчатые поводки от двух до пяти колен и стальной проволоки или из проволоки другого материала но достаточно прочности и нет круп и не хрупкой длина поводка 50 70 сантиметров рисунок 10 вот там рисуночек такой не знаю если смысл конечно его показывать но если есть ссылочка чем бы не показать для поводков пригодны тонкие балалаечные или гитарные не обитые струны если они не закручиваются спиралью чем тоньше поводок тем он менее заметен воде поэтому увеличивается количество хваток щуки применение поводков из толстой проволоки тем более скрученные вдвое гитарных оббитых струн и тому подобное для ловли не рекомендуется блестящая проволока потемнеет если протереть ее насыщенным в воде раствором медного купороса цвет ее будет темным с медным оттенком вот такой лайфхак в целях предотвращения закручивания шнура плавающим живцом или идущей в воде блесной поводок снабжается карабином в зависимости от способа ловли ставят один карабин или два на оба конца поводка на поводок для спиннинга и дорожки лучше ставить два карабина для кружков удочек и жерлиц можно обойтись одним вот так вот ну я же от себя скажу что сейчас у нас есть такие вот я лично пользуюсь титановыми поводками ставлю флюрокарбон иногда на флюрике но титан надежнее скажем так вообще сбоя не дает титановые поводки тоненькие маленькие такие неплетенные сейчас зайти в рыболовный магазин там поводки конечно на любой кошелек чем дороже тем лучше не всегда есть сюда золотая средина мы об этом помним да потому что мы экономные они расточительные следующее это крючки при ловле щуки применяют крючки любой величины и формы одиночные двойные и тройные но все же форма и величина крючка влияет на количество улова величина и формой его зависят от величины предполагаемой добычи величины блесны или живца и способа его насадки большой тройник при хватке рыбы мешает и проглотить живца а иногда он служит причиной того что щука бросая живца тотчас после хватки выплевывает да 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 очень маленький тройник часто не хватает щу щупать достаточно крепко ну еще такой момент от себя лично от себя кино такая крючки острыми должны быть по щуке очень твердая костлявая цепляться там не заша особо поэтому надо чтоб крючки были острыми чтобы они тоже надежно цепляли щуку ну скажем так на карасика такое себе разницы особо нет оттуда по любому по любому обычно при ловле на живца удочки кружки и жерлицы применяется один тройник номер от 3 до 7 иногда ловят на специальные снастки состоящие из двух или трех крючков кабинетация крючков и устройство снастки зависит от способа насадки живца однако перегружать снастку крючками не следует крючки должны быть острыми и хорошо закаленные при слабой хватке они разгибаются при крепкой ломаются те и другие непригодны жало крючков необходимо подтачивать при ловле на такие снасти при которых подсечки или совсем нет или производится она спустя продолжительное время после хватки рыболов рассчитывая на самоподсечку на самоподсечку щуки должен доводить крючки до такой остроты чтобы они легко вкалывались и глубоко проникали в тело щуки при малейшем ее потяжке при опробовании остроты крючка он должен липнуть кончиком пальцы или царапать ноготь крючки с длинным стержнем менее удобны для ловли чем с коротким стержнем рисунок номер одиннадцать рисуночек вам показали следующее груз и анти кинкер любая стаз для ловли щуки снабжается грузом собственно соответствующим формы и веса груз своим весом должен держать живца на нужной глубине не давая ему подниматься кверху для удочек кружков жерлиц пригодный грузы шарообразные или оливкой при ловле на спиннинг и дорожку груз служит двум целям быстро погружать насадку воду и предотвращать закручивание шнура во время хода блесны поэтому построение должно быть эксцентричным вес груза подбирается практическим путем при ловле с большим живцом или легкой блесной он вообще блесной он больше с маленьким живцом или тяжелой блесной меньше если ловят тяжелой блесной и добавлением груза перегрузив снасть то следует вместо груза ставить анти кинкер противозакручиватель изготавливается он из полоски целлулоида жести и тому подобное форма понятно из рисунка 12 для паттерн ностера применяют грузы шарообразные и каплеобразные вес их доходит до 600 грамм ну вот рисунок 12 со всеми грузами возможными так закручивается отращение блесны или движение живца ой извините это я уже пошел дальше как карабины петельки и колечки вот продолжаем карабины петельки и колечки во всех видах ловли очень полезны такие мелкие детали как карабины петельки и заводные колечки это однозначно карабины своим устройством не дают шнур закручиваться отращение блесны или движение живца кстати тоже перегружать не стоит снасть данными девайсами петелька и заводное колечко служат прочным надежным соединением например при соединении поводка со снасткой или поводка со спиннингом грузом в некоторых случаях они прямо незаменимы например когда щука гру глубоко заглотывает насадку и поэтому освободить крючок невозможно отцепив поводок оставляют его со снасткой в щуке а взамен его при помощи петельки или колечка прицепляют другой поводок также подсобные принадлежности рассмотрим богорик подсачек зевник вилочка и глубомер богорик или подсачек необходимы подсобные принадлежности рыбной ловли назначение того и другого поддеть и вытащить сидящую на крючке щуку при близком подходе ее к берегу или лодке богорик простого типа состоит из двух частей палки длиною до метра иногда больше и стального гладкого крючка без зазубрины крючок наглухо приделывается к палке можно сделать богорик разборным и кружок и крючок вертывать гайку укрепленные на палке жало крючка должно быть острым чтобы при малейшем усилии она входила в тело рыбы обычная ширина крючка 6-7 сантиметров большинство рыболову пользуется богориком подсачек менее удобен чем богорик так как он должен быть довольно большим ну да в зависимости от рыбы примерно 50-60 сантиметров каждой стороны не треугольника округлый диаметром 60 сантиметров носить такой подсачек неудобно особенно осенью когда он намокнет кроме того подсачивать тяжело и кропотливо надо уметь это да очень полезны при ловле щуки такие детали как зевник и вилочка иногда без них невозможно вынуть крючок глубоко и прочно засевший в теле рыбы но вообще я вам хочу сказать что без зевника я вам бы не рекомендовал бы там сильно шорхаться да и без вилочки тоже потому что можно так пальцами пораниться тем более что рыба она занесет какую-то гадость рано будет гноиться ну в общем не стоит вот это вот такие вот моменты надо это ваша скажем так комфорт безопасность но зевник необходим для расширения пасти щуки в тех случаях когда крючок глубоко сидит ее горле или пасти и освобождение его связано с опасностью пореза рук от зубы щуки или когда положение крючков в рыбе требует работы обеих рук при открытой пасти земник изготавливается из любой достаточно упругой проволоки в виде пружины с длинными концами имеющими на обе имеющие на себе подвижную планку или согнутую проволочку которая при движении ее сжимает концы пружины или разжимает их концы пружины отгибаются в стороны вилочка или экстрактор изготавливается из целого куска подходящей проволоки с развилкой для выталкивания крючка из тела рыбы с одной стороны и загнутым в кольцо концом с другой глубомер свинцовый грузик весом 50 200 грамм конусообразной или иной формы служит для определения глубины месте ловли рисунок номер 13 тут и подсачек и богорики и вилочки вам и глубиномер все и сразу на этом будем говорить нашим дорогим зрителям и подписчикам до вернее не говорите желать ни хвоста не чешуи следующая тема у нас идет вы уже видели спиннинг так что готовимся будем рассматривать спиннинги сейчас спиннингов конечно большое количество и разного качества но я думаю что при желании не особо можно нужно заморачиваться брать там прям сразу дорогой спиннинг можно взять недорогой для первых разов пойдет среднюю и жесткости я думаю уже мега дорогие и профессиональные спиннинги нужно уже профессиональным рыболовам которые определились со своим увлечением скажем так так что ждем следующие рубрички не забываем прожимаем лайкосик подписочку на канальчик также пишем комментарии что вы думаете по данному поводу по всем этим моментам я же вам буду говорить до новых встреч все же всего вам самого наилучшего ни хвоста ни чешуи чтобы женщины не сохли мужчины не гнулись а я же вас обнял приподнял поставил я взял пока пока мои дорогие